Объездить на машине весь город, чтобы купить картошку на 10 рублей дешевле? От такой экономии голова идет кругом. Чтобы у вас денег куры не клевали, прислушивайтесь к советам программы «Подсказки потребителю». Смотрите сегодня в выпуске. Жизнь без границ. Как поверить в себя и найти работу людям с инвалидностью? Сладкая жизнь. Готовим шоколадные трюфели. Мастер-класс от нашей программы. Обувщики спешат на помощь. Ремонт вещей – хороший способ экономии. Инвалидность – не приговор. В службе занятости людям с особенностями здоровья помогают поверить в себя и найти работу. Где могут самореализоваться амичи с ограниченными возможностями? Узнаем из нашего сюжета. Сегодня в конференц-зале службы занятости собрались люди, которые имеют ограниченные возможности, но хотят трудоустроиться. Однако предприятия неохотно берут на службу таких сотрудников. Дмитрий – инвалид третьей группы. По профессии программист. Полгода уже без работы. Пять лет проработав, понял, что у меня головные боли начались. Я просто лечу и решил сменить профессию. Ну и так же зарплаты меня не устраивает. И сменный график. С утра до вечера работать мне доставляют. Как добиться успеха и повернуть жизнь на 360 градусов, несмотря на особенности здоровья? Мастер-класс для людей с ограниченными возможностями проводит Евгения Деник. Даже с серьезным заболеванием девушка смогла состояться в жизни. Замужем. Работает организатором праздников. Если человек столкнулся с ситуацией врожденной или приобретенной какой-то особенности здоровья, то первое, над чем нужно поработать, это принять себя таким, каким ты есть. Суть моего сегодняшнего мастер-класса в том, чтобы найти свою особенность и применить ее как свой плюс. По мнению Евгении, пример для всех отчаявшихся Ник Вуйчич. Человек без рук и без ног добился всемирной славы, счастлив и живет полноценной жизнью. Он снял все границы, ведь их устанавливает не состояние здоровья, а сам человек. Даже если инвалид не может самостоятельно передвигаться, возможность общаться и зарабатывать деньги открывает интернет. Интернет сейчас дает очень большие возможности. Развиваются вебинары, развивается блогерство, написание статей. И это не требует, в принципе, никакой физической силы. То есть ты можешь быть дома, и ты можешь писать и получать за это деньги. Помощь оказывают и в службе занятости. Только в этом году 100 инвалидов прошли курсы профессиональной подготовки. Были трудоустроены более тысячи человек. И это благодаря закону о квотировании. Предприятия с численностью более 50 сотрудников обязаны принимать на работу людей с ограниченными возможностями. При этом им должны быть созданы все условия. Обязательно должен быть пандус. Обязательно должны быть освещения соответствующие. Положение стало относительно света. Там много очень нюансов, которые, вот это и называется, специально созданное рабочее место, которое, вот, согласно требованиям карты реабилитации, должен выполнить работодатель. Прежде чем пригласить человека с группой инвалидности, пригласить к себе на работу. Часть затрат на оборудование рабочих мест компенсирует областной бюджет. Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в региональный закон о квотировании. Если нововведения будут приняты и трудоустраивать инвалидов, должны предприятия с численностью более 35 сотрудников. Благодаря этому, говорят в службе занятости, появится 900 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ничто не делает гостя более приятным, чем пунктуальность и наличие у него коробочки конфет. Однако оказывается, что не обязательно покупать десерт в магазине, его можно сотворить своими руками. Как сделать так, чтобы жизнь была в шоколаде, нам расскажет Марина Алексеева. Сегодня я расскажу вам, как в домашних условиях приготовить совершенно особенные сладости, шоколадные трюфели со свежими травами. Для этого нам понадобится вот такой шоколад, это называется шоколадные калеты. Сегодня мы используем бельгийский. Сливки 33%, свежий или сушеный базилик. Посыпка, это сухое какао и обжаренный кунжут. Любые кондитерские украшения, которые вам понравятся. И любимые вами начинки. Здесь у меня изюм, миндаль и фундук. Берем две части темного шоколада и одну часть сливок, в которую добавляем мелко нарезанный базилик. А затем отправляем все ингредиенты на водяную баню. Кстати, вместо специальных калет можно использовать обычную плитку шоколада. Правда, предварительно ее нужно будет покрошить, чтобы лакомство быстрее растопилось. В процессе приготовления шоколад нужно обязательно помешивать, чтобы он равномерно прогревался. Приобретал более ровную, красивую текстуру. Старайтесь использовать стекло, пищевой пластик, силикон или керамику. Шоколад не любит контакта с железом, он окисляется при этом. После того, как шоколад растопился, через ситечко процеживаем сливки и вливаем их в смесь. А затем тщательно перемешиваем. Полученный состав нам нужно охладить до комнатной температуры и отправить в холодильник. Примерно на 5-8 часов. У нас есть несколько вариантов. После того, как наши ганаши готовы, мы можем отсадить их через кондитерский шприц и сделать такие привычные нам куполочки. Либо просто приготовить конфеты в виде шариков. Формируем шарики, а затем обваливаем их в какао или кунжуте. Посыпка придаст конфетам особый неповторимый вкус. В серединку можно поместить орешек или изюм. Тогда наш трюфель получится чуть побольше, но зато гораздо вкуснее. Подобных десертов в магазине не встретишь. Кстати, трюфели можно сделать не только со вкусом базилика, но и любой другой травы – мелисы, мяты, тархуна. Большой плюс лакомства – его натуральность. Поэтому десерт можно хранить в холодильнике не более двух недель. Готовые конфеты можно не только съесть всей семьей с удовольствием, но и подарить кому-то из близких или друзей на праздник или просто в честь хорошего настроения. Потому что обычным шоколадом уже никого не удивишь, а вот таким маленьким чудом с ароматом любимой специи или травы можно порадовать кого угодно. Дешевые туфли – плохая экономия. Но сократить траты на обувь можно, если вовремя сдать ее в починку. В ремонтной мастерской поношенным изделиям вернут былой блеск, и они станут как новые. Как продлить срок службы обуви, чемоданов и курток – расскажем в нашем сюжете. Самостоятельно заклеили ботинок – вот вы уже и сели в галошу. Специалисты советуют – не стоит тянуть к худой паре очумелые ручки. Ведь так обувь не спасешь, а наоборот – добьешь. Обязательно нужно заниматься подклейкой профессионально, потому что это очень трудоемкий такой процесс. Необходимо обязательно очистить старый клей, необходимо выдержать время от момента нанесения и до высыхания. Поэтому никогда не занимайтесь самостоятельной подклейкой, приносите к нам. Мастер сделает все это очень профессионально. Первые шаги для новой пары также важны, как и для ребенка. Чтобы не споткнуться, а грубый мир, подстелите соломку. То есть сделайте профилактику. Она защитит вашу обувь от влаги и повреждений, а также увеличит срок службы босоножек или туфель. Сегодня нам принесли абсолютно новые туфельки. Мы подобрали по цвету профилактику, полностью накроем носовую часть, и таким образом наша подошва будет защищена. Можно профилактикой покрыть полностью подошву. То есть таким образом мы сразу закрыли и каблучок, и подошву. Цвета тоже разные – темные, светлые. Подберем под вашу обувь. Мастера приведут в порядок вещь в любом состоянии. В ремонтном сервисе представлен весь комплекс услуг. От замены набоек и подошвы до перетяжки и растяжки изделий. Наталья принесла в мастерскую уже третью пару. Обувь стала жать, менять черевички, а Мичка не спешила. Обновки сейчас уж больно дороги. Поэтому решила воспользоваться услугами ремонтного сервиса. Я пробовала растяжитель обуви покупать, мне он не помог. А здесь вот с этой моей проблемой очень легко справляются и помогают мне в этом. Это очень, конечно, большая помощь. В том плане, что я стала просто комфортно ходить и не чувствовать свои проблемы. Поэтому огромное спасибо. Сегодня белые тапочки из суеверия превратились в модный тренд. Ярко выглядят – это плюс. Быстро пачкаются – это минус. Стереть следы времени в домашних условиях помогут специальные ластики и отбеливатель. Они продаются в мастерской по ремонту обуви. Но эти средства уберут лишь поверхностное загрязнение. Чтобы обувь засияла чистотой, нужна профессиональная чистка. Если профессионально делать, то, конечно, мы это все сделаем. И плюс к этому сделаем тонировку в белый цвет, и они будут вообще как идеальные. Со временем кожаные замшевые изделия затираются и выцветают. В мастерской раскрасят жизнь обуви курткам и сумкам. Вернут им первоначальный цвет. В сервисе работают с долгожителями – французскими и итальянскими красками. Их подбирают с особой тщательностью – тон в тон. После обработки на поверхность наносят защитное покрытие, чтобы эффект сохранился как можно дольше. Есть пигментная краска для одежной кожи, есть суперпроникающая краска для более деликатных кож. Все это делается профессиональными мастерами и очень качественно. Мне нравится качество, сфера обслуживания. Всегда приветливый персонал, девочки как делают. Быстро, недорого и качественно. В мастерской можно поменять молнию и бегунки не только на обуви, но и на куртках. Установить пуговицы на джинсы и даже сделать ключи к домофону, машине, дому или квартире. Кроме того, здесь осуществляют ремонт часов и замену батареек. Также в мастерской принимают в ремонт чемоданы и дорожные сумки верных друзей туристов. Вырванные молнии, искореженные колеса, заедающие ручки – далеко не полный список проблем. Не отчаивайтесь, смело несите чемодан в ремонт. В мастерской большой выбор фурнитуры, поэтому к отдыху вы будете готовы. Мастерская по ремонту обуви и чемоданов «Люкс» осуществляет работы любой сложности. Доступные цены, качественные материалы, сжатые сроки. Здесь подарят вещам вторую жизнь. Мастерская работает без выходных. С 10 утра до 7 вечера по адресу. Торговый комплекс «Каскад», первый этаж. Вход со стороны улицы Целковского. Всю информацию можно узнать на сайте люкс-омск.ру или по телефону 8 968 105 55 57. Хватит строить воздушные замки, пора позолотить свои карманы. Уважаемые телезрители, мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или же на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!